Здравствуйте! Вы смотрите программу «Просто о вере», где ведущий священник Иоанн Мохов с нашими православными экспертами говорим самыми простыми словами о православной вере. Сегодня у нас в гостях отец Алексей Богородцев, настоятель храма в честь святой мученицы Татьяны. Отец Алексей, здравствуйте! Приветствуючи! Отец Алексей, поздравляю с грядущим, идущим и продолжающим святым Великим постом. Время удивительное, хорошее. Но прежде чем поговорим о сегодняшней теме нашей, которая у нас касается молитвенного делания святой Великий пост, я думаю, надо обратиться к тому опросу, который сделали наши журналисты. Я спросил самарцев, а в Великий пост они на службу ходят или нет? Посмотрим. Да, конечно, хожу обязательно. Ходим. Во время поста и просто ходим. Ребенка причащаем постоянно. Ну, так получается, что, конечно, времени найти просто не могу. Да. Хожу. Воскресенье было на литургии. Хожу. Нет, не хожу. Не получается. В период поста я хожу, но редко. Я тоже, я молюсь. Редко. Да, иногда хожу. Ну, к сожалению, в последнее время что-то не получается. Но обязательно собираюсь сходить. Ну, вот, разные мнения, разные люди. Для кого-то Великий пост – это действительно молитва, для кого-то, ну, весенняя пора с чем-то таким особенно связана. Отец Алексей, что хотел спросить. У нас Великий пост начинается подготовительными неделями. Вот три целых недели как-то человека настраивают на время поста, а потом вступил Великий пост. И вот сегодня именно о молитве, если поговорить. Вот первая неделя, для нас она достаточно важна. Ну, вообще задел такое начало. Вот самое основное, что вы могли бы мы для наших телезрителей выделить вообще? Ну, скажем, прошла первая неделя, это все понятно. А на будущее, или, скажем так сказать, некий итог подвести первой седмице, что полезного для нас и важного в ней? Ну, правильно, Отец Александр, заметили, что церковь перед постом устраивает такую достаточно длительную подготовку. Сама по себе, по своим срокам, занимающая чуть ли не половину этого же поста. Во время этой подготовки на богослужениях, особенно недели, то есть воскресных дней, вспоминаются притчи спасителя, вспоминаются особые евангельские указания на духовную жизнь человека. Вспоминается мытай и фарисей, вспоминается страшный суд, в конце концов вспоминается адамовое изгнание. То, из-за чего мы стали смертными, из-за чего мы стали болеть, страдать и так далее. Помимо такого богослужебного, духовного подготовления к великому посту, идет и даже такое, можно сказать, желудочное подготовление. То есть первую неделю подготовительную мы вкушаем все, даже привычный в среду и пятницу пост упраздняется, вторую неделю мы уже постимся в среду и пятницу, как всегда, и третья – масляная неделя, или сырную неделю, как ее еще называют, или проще масленица. Мы уже не вкушаем мясной пищей. То есть как бы все структуры человека подготавливаются к несению поприща поста и телесно, и душевно, и духовно. И вот начинается пост. Предваряете его прощенное воскресенье. Мы просим у тех, кого обидели или держим на кого-то обиду, просим прощения. Стараемся делать это неформально. Не просто, так сказать, «А, брат, прости меня!» Вот, может, я ему обидел. При этом даже не чувствуем, обидели мы человека чем-то или нет, а стараемся все-таки действительно вспомнить тех, обиженных нами, или кто, может быть, и нас чем-то обидел, и простить их, или попросить прощения. И вот, как бы, продолжением этого служит уже и сам Великий пост. Первый день Великого поста начинается с так называемых Великопостных часов. Часы, первый, третий, шестой, девятый, мы, к сожалению, на приходах слышим редко. Не потому, что они там не читаются, а потому, что, когда читается третий, шестой час, мы либо стоим на исповеди, либо еще не приехали в храм. Когда первый час мы уже готовимся уходить из храма, потому что вечер, пора домой. Девятый мы часто на приходах вообще не слышим. Вот здесь у нас есть возможность их послушать, и в них постоянно вкрапляется интересная молитва. Молитва, которую Пушкин назвал любимой своей молитвой из детства, молитва преподобного Ефрея Мессеина, где, собственно, в этой молитве мы в течение всего утра первого же дня, а потом впоследствии всего поста, просим у Бога, чтобы Он дал нам основные, необходимые для нашей жизни добродетели, целомудрие, воздержание, смирение, смиренную мудрость. И просим, чтобы оградил нас от тех грехов, тех внутренних наших монстров, драконов, которые живут в нашей душе и мешают нам приближаться к Богу, мешают нам адекватно общаться с такими же, как мы людьми. А вечером начинается чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Критского. В первую неделю Великого Поста он разделяется на четыре части. Он достаточно продолжительный, и, возможно, как раз вот это постепенное вхождение в покаянную практику, в молитвенную практику, и необходимо для церкви и всего церковного сообщества. Четыре дня священнослужители в храмах читают этот канон, и все прихожане приходят для того, чтобы послушать его, пробудить себе воспоминания когда-то прочитанного Ветхого, Нового Завета, привести себе на память образы святых, праведников и грешников, грешников, которые падали и восставали, становились святыми, святых, которые становились грешниками и так далее, для того, чтобы человек понял, что путь нашей жизни, он развивается на просинусоиде. Мы падаем, поднимаемся, каемся, молимся, восстаем, снова бывает падаем. И вот этим покаянным каноном мы приготавливаемся к тому, чтобы нести уже дальнейшее поприще Великого Поста, распределяя для себя приоритеты, для чего мы постимся. Большинство людей постятся для того, чтобы почистить организм. Это не моя придумка, так говорят многие люди. То есть чисто физически. Да, это же полезно. Шлаки всякие выводятся. Чего же не посидеть там на картошке, свеколке, огурчиках, помидорчиках. Чисто такая диета. Да, да. И даже диетная, наверное, трудно назвать, потому что диета предусматривает следование определенным программам. Это вот сегодня едим, завтра едим это. Вот есть такой-то период, вот после стальки нельзя, до стальки можно и так далее. Здесь человек, как правило, есть все подать. Поэтому я говорю, что пост при неправильном следовании может еще и вреден быть для организма, если неправильно питаться. Вот, это вполне возможно. Поэтому как раз вот Великий Покоренный Канон, те молитвы, которые мы слышим уже в первой неделе Великого Поста, и в частности молитвы Ефрема Сеина, они наставят нас на покоренный лад. Показывают, что первое и главное для нас не то, что мы едим или не едим, а то, что происходит в нашей душе, в нашем сердце. То есть сразу идет такое вот четкое направление. И человек, который ходит первую неделю в церковь, все священнослужители рекомендуют ежедневно, по возможности, хотя бы, если не сута, то после работы вечером пойти послушать этот покоренный канон. Вот. Ну и в первую неделю начинает служиться особая литургия, которая служится только Великим Постом, так называемая, литургия прежде священных даров. Вот. То есть неделя-то очень особенная, очень занимательная. И сейчас она вот закончилась и дала задел для того, чтобы нам до 5 мая достойно пройти это поприще, исповедуясь, причащаясь, совершенствуя себя, совершенствуя мир вокруг себя. Отец Алексей Достоевский, по-моему, пишет про Великий Покаянный Канон, что это одно из самых, наверное, лучших, самых драгоценных, то, что есть у Церкви Христовой. Вот вопрос такого плана. Мы с вами называем его Великим Покаянным Каноном, Великим, потому что такой большой, или Великий, потому что имеет такое огромное значение для нас? Наверное, все-таки по значимости. Хотя размер, конечно, тоже играет значение в данном случае. 250 тропарей. Да, да, больше таких канонов крупных нет. Мы знаем множество других канонов. Допустим, один из моих любимых Покаянных Канонов, канон, написанный иеромонахом Василием Масляковым, убитым в начале 90-х годов сатанистом в Оптинской пустыне. Замечательное же явление. Мы знаем, что Александр Васильевич Суворов, Великий русский полководец, после окончания своей, так сказать, военной карьеры, работал звонарем в своем сельском храме и писал такие же Покаянные Каноны. Но прославился вот именно этот, не взяя на сотни существующих других, написанных замечательными людьми. Здесь не только размер, а еще раз, наверное, повторюсь, читая его, слушая его, мы перебираем в памяти практически все важные события Ветхого Завета. Переходим к Новому Завету. Он объясняет нам, как произошло грехопадение человека, почему люди падают, каким образом Иисус Христос спас нас, каково участие Богородицы в этом. И, в конце концов, даются важные необходимые рецепты. Они короткие, емкие для того, как человеку подойти к спасению своей души. Вот в этом его величие. То есть он такой, можно сказать, не совсем индивидуальный. Потому что каждый из нас, я думаю, может взять и написать подобный канон, имея практику молитвы, знакомство с молитвами. Можно посидеть и так вот от себя, о своих грехах, что называется, о своих переживаниях. Откуда начнут плакать. Да, откуда начнут плакать. Вот покаянный канон Андрея Каитского, он такой вот всеобъемлющий, он такой энциклопедический, что он подходит для каждого человека. Он индивидуально для каждого христианина. И в то же время для всех нас вместе. Сам по себе великий канон, вот мы его на первой неделе прочитали. Интересно все тем, что люди себя действительно ощущают сопричастными, вообще видят и слышат себя. То есть не от третьего лица, а от первого фактически читается, каждый стоит. Мы на нашем приходе попробовали на второй день почитать на русском языке. Красиво, гармонично, перевод на русский язык начала 20 века, то есть несовременный даже, момент такой интересный. Так у меня прихожане, они возмутились, говорят, что вообще ничего не понятно. Вот мы стоим, держим в руках книги, привыкли, так сказать, тоже следить, читать. Ничего не понятно, что вы читаете. Я говорю, как же я по-русски читал. Говорят, мы ничего не понимаем. Давайте обратно на славянский язык. То есть показатели хороши, насколько люди стали сегодня в славянском языке эрудированы. Ну, а вторую часть этого вопроса по великому канону. Наступит время 4-й седмицы, когда церковь нас вновь вернет к этому великому покаянному канону. Причем вернет особенным образом. Тут мы 4 дня читаем его, а будет целый вечер, когда посвящен только этому, да плюс еще житие преподобной Марии Египетской. Вот относительно вот этой великой подвижницы, почему именно ее церковь, Великий пост, предлагают вспомнить и на нее, как на образ обратиться? Ведь сколько было грешников? Ну, даже сам взять, ну, тот разбойник, который со Христом. Может быть, конечно, биографических данных не сохранилось, но, наверное, были до Марии какие-то такие, скажем, в кавычках, супергрешники, которых можно было ответить. А тут Мария, женщина опять же такие, да и образ ее такой. Сначала абсолютно безнравственным, потом святым. Почему, отец Алексей? Да, естественно, мы можем вспомнить тут и Моисея Моина, можем вспомнить апостола Петра, кстати, который тоже себя, как мы видим в конце евангельской истории, далеко не лучшим образом показал. И когда мы осуждаем Иуду, мы забываем, что апостол-то Петр, он не пошел продавать Христа, но не менее некрасиво, наверное, поступил, когда, говоря, Господи, если и все от тебя отрекутся, я останусь с тобой, бросает его, и на вопрос, и ты был с этим человеком, он говорит, что ты говоришь, женщина, я не знаю его. Для нас сложно представить, если нам сказали, вот это твоя мама, ему сказали, нет, я не знаю эту женщину. Какой позор был бы для человека, как он смог бы жить, с этим отрекшись от собственной матери. Он отрекается от собственного Бога, от своего Божественного Учителя. Конечно, таких примеров можно найти много. И замечательно, что они есть и в Евангелии, и в житийной литературе. Они показывают, что человек действительно это подвижное существо, но двигаться он может в разные стороны. Он может двигаться и с горы, и в горы, может двигаться и к озлу, и к добру. Этот выбор осуществляется практически ежедневно, ежеминутно. Каждый из нас хорошо на себе это знает. Я могу с утра проснуться в хорошем настроении, пожелать кому-то доброго утра, и тут же меня кто-нибудь с трамвая толкнул, причем могу и нахамить ему. То есть буквально в секунду мы можем... И через две минуты уже раскаяться. Не с той ноги и встал. Да-да-да. Почему именно Мария Египетская? Во-первых, это, наверное, своеобразная и такая монастырская практика. Дело в том, что ее житие сохранилось в Праданском монастыре, которое было передано старцам Зосимам, Ахимандритам Зосимы, который единственный из людей, который видел ее в пустыне и общался с ней, из ее уст получил историю ее жизни и передал братьям этого монастыря. То есть, во-первых, это была традиция каждый год в этом монастыре так меморативно воспроизводить, воспоминать эту историю, которая должна была монахом показывать, что на самом деле есть святость. Святость это не есть безгрешность от рождения до самой смерти. Многие так представляют. Вот человек избрал Бог от самого рождения еще до момента зачатия, и вот он как жил святой, так и у нас святой, и ничего в нем не происходило. А куда же первородный грех девается, а куда же дьявол девается со всеми его искушениями? Ну, иногда вот люди приходят такие просвещенные, мне говорят, батюшка, там согрешили. Ну, это же промысел Божий, что я согрешил ядцы плечом. Ну, даже вот такое давай. Вот. Какая же тема египетская? Я не знаю, есть люди, которых бы оно не трогало. Вот. Это, наверное, вот меня, ну, сколько бы лет я его ни читал, оно всегда меня затрагивает. И самое главное, оно не только сообщает мне о том, как человек, глубоко Паше, 17 лет, живущий в блуде, как она сама говорила, я не зарабатывала этим. То есть, грубо говоря, в нашем мире она не была, не занималась проституцией. Она считала, что это смысл жизни в этом. И она предавалась этому, как иной человек предается праведности, да, то есть она видела в этом смысл жизни и желает. 17 лет, возвращая людей. И 17 лет потом она приносит покаяние в пустыне, без еды, без воды, без людей, без всего. Одна в одиночестве живет, умирает практически ежедневно, принося свое покаяние. Конечно, трогает, в первую очередь, сам ее подвиг. Но еще больше трогает, по крайней мере, меня, всепрощение Божие. Что Господь, особенно Божьей Матерь, об этом указывает ее в житии, ни на секунду не оставляли ее. Что борьба была внутри нее, и они ее поддерживаются. Что Господь милостив. Иногда мы считаем, что, ну, если я уж грешник, если я же согрешался, тем более я увяз в грехах, ну, какое мне спасение, все равно гореть в аду, поэтому я здесь буду продолжать грешить, сколько уж пока здоровью позволяет, да, если не позволяет, уж пока живу, да. А там все равно уже хоть трава не осте. Вот это жития как раз показывает нам божественную любовь и промысел от человека. И как раз мы вчера только слушали на богослужение слова Христа о том, что он хочет спасения грешникам. Ради них именно пришел он на землю. Не ради праведников, а именно ради грешников спасти. Какая радость для всех грешников. Для праведников, может быть, даже он, господи, ну, почему не к нам? Мы так готовились, вот тут и еле запасли, и добрыми делами. Все, что нужно, сделали, а ты пришел к грешным людям. Но именно к ним он пришел. И вот я думаю, именно поэтому, то есть вот эта двоякость. С одной стороны, возможность человека исправиться, а с другой стороны, милосердие, любовь Божия к человеку, неизмеримое, непонимаемое, не охватывая нашим сознанием, и сделали необходимое включение в великопостное богослужение вот этого жития. Отец Алексей, каждая неделя Великого Поста, как и приготовитель недели к Великому Посту, они имеют свое определенное название и посвящены кому-то из святых, либо даже вот как одна из недель посвящена Кресту Господню, распятию. А на половину пути поста человека приготовляют к тому, самое главное, что нас ждет на Страстной Седмице. Отец Алексей, вот немножко об истории самого по себе поста. Ну, с самого начала, в Прощенное Воскресенье перед Великим Постом даже там стихиры Пасхи поются, нас как тут настраивают на Пасху, а тут все равно, так сказать, общий тон поста такой крестовый. Все, в принципе, в тонах таких покаянных, как один из богослов скажет, что мы живем верой, верой покаяния сегодня. Вот сам по себе вот крест, который мы встречаем на середине поста, и возьмем уже и Страстную Седмицу, когда там действительно распятие, оно табеляется основным символом. Вот вопрос, какого плана? Сегодня для многих православных людей, ну, скажем, в какой-то мере, благодаря своей, опять же, необразованности, благодаря, скажем, каким-то далеким, в общем, отстаёт каких-то практик, сложно сталкиваться с тем, что надо делать земные поклоны. Сложно в данном случае воспринимать то, что, так сказать, вот крест стоит в храме, если вот на кресте поклоны, ну, уж прямо перед ним надо земные поклоны приходить. Сложно и вообще крестным знамением себя осенять мимо храма идут когда. Вот о крестном знамении, вот насколько действительно человек, он может продумать во время Великого Поста и осознать, насколько велико. Причем вот такой момент буквально недавно сталкивались с тем, что люди, вопросами интересуются разными, вот римская католическая церковь выбрала новую папу. А зубы вопрос, так сказать, о протестантах и, в частности, направлении таком, которые вообще не признаны крестного знамени. Ну, вот о кресте тогда вот вопрос такого плана. Насколько человек, он должен действительно стремиться к этим земным поклонам, потому что на кресте поклоны недели будет особенно, даже вот службы нет из Ашоа перед Гестом. Вообще, насколько в практике это необходимо. И причем такой нюанс, вот на Западе это вообще земные поклоны, крестные знамени, они как-то вот отходят. Сами земные поклоны, это традиция очень древняя, восходящая еще в дух христианскую эпоху. О них известно еще из египетской религиозной практики, древнеегипетской. Вот, возможно, что израильский народ именно там почерпнул ее, и христиане ее органично переняли. О стояниях на коленях, молитве с простетым крестом, говорит апостол Павел в своих посланиях. То есть уже в апостольский период эта практика существовала. Это говорит вот о древней традиции, которая не прерывалась, но после 17 века в России, как мы знаем, после известных событий, связанных с расколом церкви, начали происходить некие изменения. Буквы устава, может быть, уже так перестали жестко придерживаться, и чем дальше, тем больше, что мы уже видим в 19 веке, тем больше, чем в 20-м. Сейчас для многих людей вообще непривычно и непонятно, действительно, для чего все это делается. Хотя, читая святых отцов, читая усталную литературу, мы видим, что земные поклоны и предписываются, и более того, многие и подвижники, и не только подвижники, обычно рядовые христиане, прихожане делали сотнями, тысячами иногда в день. Это было вполне обычной практикой. Некоторые святые говорят о том, что, несмотря на телесность самого движения, притворение земного поклона, оно производит и душевное преображение. Само поклонение, это есть, с одной стороны, уважение. Уважение, ну, мы когда здороваемся уважаемым человеком, мы даже непоизвольно, не задумываясь об этом, делаем кивок головой, мы делаем поклон, знак своего уважения. Конечно, мы как японцы не делаем, мы знаем, у них чем ниже, тем больше уважения, чем ниже поклонялся один человек другому, тем больше он его как бы уважает. Но, тем не менее, в нашей традиции это тоже существует. Преклоняясь перед Богом, конечно, как-то, наверное, странно отделываются таким легким кивочком, как поплавок на воде. Практика действительно древнейшая, она в основном сейчас в храмах мы можем увидеть только великим постом или при чтении каких-то молитв, когда мы совершаем коленопреклонение, ну, когда мы прикладываемся к мощам, тоже часто многие люди делают земные поклоны. Необходимость, святые отцы считали, что необходимость есть в них человеку. Жестко устав их не навязывать, эти поклоны. Предписывается нам только на молитве Ефрема Сейна, на поклонение Кресту. Ну, в остальных случаях человек, как правило, сам для себя решает. Но я бы вот так рекомендовал, не стал бы говорить, так, срочно все давайте делать земные поклоны ежедневно. Но рекомендовал бы попробовать. Попробуйте ввелись хотя бы на Великий пост, себе в правило, там, 5-10 поклонов земных добавить, там, в утренние свои львичания молитвы. Или читайте молитву Ефрема Сейна, 16 поклонами, как это делать в своем богослужении. Просто попробуйте. Беды точно не будет. Ну, за исключением, если у кого, может быть, какие-то декулиты или какие-то болезни, которые мешают делать серьезные поклоны. Если здоровье позволяет, я думаю, человек сам на себя ощутит, не надо им ничего внушать, он просто попробует и сразу почувствует, что помимо уважения к Богу, он почувствует, как с поклоном. Об этом тоже говорят многие подвижники, начинает возбуждаться, просыпаться покаяния. Вдруг человек наклоняется перед Богом, вдруг начинает понимать, что кажется, он не вообще так вот перед кем-то, не пойми перед кем, а перед тем Богом, который воплотился, распялся за него, умер, и он преклоняется перед этой жертвой крестной. Что касается крестного знамени, исторически мы точно не знаем, когда оно появилось. Первые сведения о нем относятся примерно к 4 веку, то есть к тому моменту, когда церковь получила некую свободу. Прекратился период длительных гонений после импиады Диоклетиана. До этого, возможно, существовало, возможно, просто не упоминалось. Но тем не менее, мы не знаем, чтобы апостолы крестились, и их последователи, мужи апостольские. Возможно, крестное знамя зародилось давно, потому что изображение креста встречается, скажем, на надмогильных камнях в Иерусалиме уже в первом веке, то есть во времена жизни апостолов. То есть крест, как предмет поклонения христиан, как орудие казни Христа, орудие спасения человечества, уже был таковым с времен апостольских. Но крестное знамя появляется, возможно, позже, или пока им входит в употребление. И было оно, кстати, разным. Что удивительно может быть для наших некоторых прихожан, и вообще для людей. Все привыкли, что вот крестимся тремя перстами в знак веры нашей святую Троицу, единую, не раздельную, и два прикладываем к ладошке, как верующие в то, что Христос есть истинный Бог и истинный человек. Старообрядцы говорят, что нет, надо креститься наоборот. Тут три перста, как вера наша Троица, и два перста, обозначающих веру в Иисуса Христа, так как Бога, сошедшего с неба и вошедшего Бога и человека. Но в древней традиции крестились и тремя перстами, и двумя перстами, и более того, крестились и одним перстом. Но самое главное креститься. Да, да. Отец Алексей, на верхнем окрестном знамени мы еще дополнительно обязательно поговорим. Ну что ж, к сожалению, время нашей передачи пришло к концу. Я вас благодарю, отец Алексей. Дорогие друзья, поститесь в меру своих сил, но самое главное, старайтесь прикладывать хоть немножко усилий, и чтобы время поста было немножко другим, нежели чем обычным. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова